Восточная мудрость Как самое действенное лекарство Наш скоростной век о позитивном самовнушении и аффирмациях знают тысячи людей Но используют лишь сотни, а действенные результаты получают лишь десятки Французский психолог Эмиль Куэ пришел к выводу о том, что воздействуя на сознание и бессознательное Можно в корне изменить свою субъективную реальность Эмиль Куэ в своей книге описал то, что будучи владельцем аптеки Дал своей клиентке флакончик с дистиллированной водой Уверив ее в том, что этот препарат самый действенный при ее заболевании Через несколько дней она пришла к нему в аптеку и рассказала, что его лекарство очень эффективное средство И оно быстро принесло ей выздоровление После этого случая он стал изучать психологию и вскоре открыл свою клинику психотерапии Его практика позволила ему разработать метод сознательного самовнушения Которому он обучал своих пациентов В процессе работы он заметил, что пациенты, настроенные скептически И не верившие в то, что лекарства могут им помочь, действительно продолжали болеть Те же пациенты, которые верили в те его слова, что завтра им непременно станет легче Действительно чувствовали себя лучше Таким образом, французский психолог пришел к выводу о том, что в основе выздоровления человека лежит его воображение Подкрепленное верой в результат Значит, наше здоровье является прямым следствием нашего мышления Никто из нас уже не ставит под сомнение то, что между психическим и физическим состоянием человека существует прямая связь Лучшая защита от всех болезней, от любой инфекции, это твердая вера, собственность здоровья и положительные эмоции А негативные мысли разрушают организм человека Психологические законы гласят Словесное выражение любви, симпатии и восхищения усиливает жизненную энергию того, кому оно обращено Злые и недобрые слова жирают жизненную энергию слушателя Общее число заболеваний в мире, связанных с плохими мыслями, продолжает неукон расти Чтобы противостоять заболеваниям, следует прислушаться к советам древних мудрецов Радоваться жизни, как бы тяжела она ни была Итак, здоровье, жизнь и судьба человека напрямую зависят от его мыслей Мысли о хорошем притягивают все хорошее От размышления о плохом можно получить только плохое Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, давайте думать только о хорошем И надеяться только на лучшее И будьте здоровы!